Вы слушаете новости по логистике от AESH. Вторник, 16 февраля 2021 года. В заголовках мировой прессы SNBC сообщает, акции UPS подскочили на фоне сильной прибыли в четвертом квартале, поскольку COVID стимулирует онлайн-покупки. Акции UPS выросли более чем на 4%, во вторник, после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и прибыли в период активного сезона праздничных покупок, что отражает бум онлайн-покупок из-за пандемии COVID-19. Выручка компании по логистике и доставке из Атланты подскочила на 21%, до 24,9 млрд долларов в четвертом квартале, закончившемся 31 декабря, что является рекордом для UPS, поскольку она достигла беспрецедентных продаж через интернет в праздничные дни. Выручка компании за этот же квартал 2019 года составила 26 млрд долларов. Журнал Wall Street сообщает, прибыль Майерск за четвертый квартал выросла из-за разочаровывающих прогнозов. Судоходный гигант Молер Майерск в четвертом квартале получил прибыль в размере 1,3 млрд долларов. Но его прогноз не оправдал ожиданий аналитиков, поскольку сбои в цепочке поставок, вызванные пандемией, продолжают вызывать резкие изменения в торговом спросе и фрактовых ставках. Базирующая в Копенгагене материнская компания Майерс, крупнейшей в мире морской контейнерной линии по мощности, заявила, что ее прибыль до вычета процентов налогов, износа и амортизации достигла 8,2 млрд долларов в прошлом году по сравнению с 5,7 млрд долларов в 2019. Supply Chain Digital.com. Заголовок DHL. Тестирование устойчивости с помощью Dell. Вместе с DHL и Dell Technology определили узкие места и точки преткновения в своих цепочках поставок, которые вызывают затруднения и искали решения для улучшения. Вместе они разработали модель прямых поставок, которая позволила компании сократить сроки выполнения заказов и одновременно повысить гибкость. Благодаря устранению некоторых точек соприкосновения и обходу дистрибьюторского центра Dell, новое решение для прямой доставки теперь доставляет продукты напрямую из Китая в распределительные центры, расположенные в целевых рынках. В заголовках публикации «Логистический транспорт» Трансинфо сообщает на своей первой странице. Amazon и Dekro решили уменьшить нехватку водителей в Германии с помощью новой программы обучения. Гигант электронной коммерции Amazon объединился с компанией Dekro, производящей техосмотр, чтобы создать программу обучения водителей фургонов и грузовиков для сотрудников Amazon, которые хотят сменить профессию. Курс обучения водителей является частью программы Amazon Carer Choice, которая позволяет сотрудникам Amazon, например, тем, кто работает на своих складах, переобучаться в тех областях, где Amazon испытывает нехватку навыков. Например, сетевые специалисты, разработчики веб-сайтов и программного обеспечения, электрики, слесаря-монтажники или водители грузовиков. В других заголовках TransInfo. Стэна отменила услуги FishGuard на первую неделю из-за опасений по поводу будущего порта. Стэна Лайнк отменила на неделю рейсы между FishGuard и Rosslar из-за 50% падения грузопотока. Что еще более усиливает опасения, что долгосрочное будущее порта под вопросом. В своем завелении оператор парома объяснил, что они приняли решение, чтобы наилучшим образом удовлетворить спрос на услуги в других парках. TT News.com. CanWars предлагает новое поколение T680. CanWars Truck представила следующее поколение своей шоссейной модели T680, которую она описывает как самый аэродинамический грузовик для дальних перевозок из когда-либо построенных. Новая модель расширяет доступность и удобство для водителей и технологических опций по сравнению с замененной ею моделью T680, выпущенной в 2012 году. Новая модель также предлагает до 6% более высокую топливную экономичность за счет комбинации улучшения в трансмиссии по кризису. Отчеты Inbound Logistics. Внедрение технологий является обязательным условием для грузовой отрасли в 2021 году, поскольку все отрасли испытывали натиск пандемии COVID-19. Те, кто участвовал в управлении грузовыми перевозками и цепочек поставок, осознали, что усиления по цифровой информации должны быть в первую очередь, чтобы уменьшить сбои и лучше подготовиться в ближайшей перспективе. Вот три области, в которых предвидятся серьезные изменения в ближайшие месяцы. Заголовок менеджера по логистике. XPO расширяет партнерство в Великобритании с GlamDiplex. Операция XPO для GlamDiplex объединит два склада в один. Stock on Trend. 3PL продолжит доставку готовой продукции на склад завода GDCA в Прексите, Мерсисайт. И будет обеспечивать складские мощности управления запасными частями и сырьем, выполнение заказов клиентов и электронной коммерции, а также дополнительные услуги, такие как изготовление на заказ готовой продукции. Это была минута новостей по логистике от AISH. Вторник, 16 февраля 2021 года. Если вы хотите услышать больше глобальных новостей в области логистики, то подпишитесь к нам сейчас и следите за нами в социальных сетях. Субтитры создавал DimaTorzok